Любите ли вы кино, как я его люблю, как любило кино наше поколение? Это началось в далеком детстве. Мне было 8 лет. В соседнем клубе «Азнито» шел новый американский фильм. Назывался он «Серенада солнечной долины». Всем двором мы пошли на этот фильм. Что за фильм? Легкий, зимний, лучезарный, красоты необычайные. За стенами этого зала, это был 1944 год, шла еще война, еще шли похоронки с фронтов, и солдаты еще не вернулись домой. А тут экзотические слова «Сан Вейли», «Адаха», «Читануга чу-чу-чу». Она стала гимном азербайджанских бакинских стиляг. И особенно еще свитер с главного героя на главном герое с такими оленями. И все бакинские мальчики того года мечтали приобрести такой же свитер. Оказывается, в этой жизни не все так сложно. Есть какие-то простые истины. Люби, дружи, помоги своему ближнему. Вот эти простые истины, которые как-то мы вынесли потом на всю жизнь. А через год, в 1945 году, на экраны вышел замечательный азербайджанский фильм «Аршин Малалам». И все. Его встретили с восторгом. И мы, вот все наше поколение, стали пленниками вот этой замечательной страны кино. Есть здания в Баку, мимо которых невозможно пройти без волнения, даже если они построены в нашем столетии. Высокое соприкосновение – ключевая метафора. Здесь собрано все, что связано с азербайджанским кино 20 века. И не только. Настоящая золотая кладовая история. Это госфильмофонд Азербайджана. А это его директор Джамиль Эльшат Углы-Кулиев. Удивительный человек. Постоянная величина в нашей культуре. Режиссер, актер, педагог, общественный деятель. Его фильмы представляли нашу страну на кинофестивалях Чехии, Франции, Швейцарии, Турции. Он лауреат многих престижных премий. Возглавлял многие серьезные проекты, связанные с культурой. Но главное его увлечение вот здесь. В этом, казалось бы, скучном царстве теней ушедших эпох. И мой первый вопрос – за что он любит архивное дело? Вы знаете, я хочу поблагодарить вас, что вы посвятили свою передачу нам, нашему госфильмофонду. Я благодарю вас и ваше руководство. Спасибо. И хочу сказать, что для меня это очень важный вопрос. И отвечая на этот вопрос, я хочу сказать, что для меня киноархив и в целом соприкосновение с документами, с фотографиями, с фильмами – это память. Каждый день, каждый час, каждое мгновение я соприкасаюсь с этими документами, я вспоминаю людей, со многими которыми я работал, со многими из них общался. Они были моими даже наставниками, показывали мне дорогу в кино. И вы знаете, для меня работа в архиве – это прежде всего в какой-то степени романтика. Вы знаете, порой вечером поднимаешься в хранилище, подходишь к этим коробкам с фильмами, подходишь к ящикам, где хранятся фотографии, документы, и как-то с ними общаешься, вспоминаешь этих людей. Ведь в каждой коробке, в каждой части фильма – это человеческая судьба, это человеческая жизнь, это труд, это творчество людей ушедших, которые больше не вернутся. И наша задача, я думаю, что она должна в какой-то степени святая задача – это именно хранить вот эту память для будущих поколений. Как бы это высоко не было сказано, но это так. И для меня это большая честь – хранить память о наших кинематографистах для будущих поколений. Я вот была на ваших вечерах, посвященных каким-то отдельным нашим известным очень кинематографистам, и это всегда очень трогательно, когда приходят их потомки, когда мы показываем их фильмы, когда собираются какие-то зрители. Кстати, вы заметили, наша съемка проходит в окружении работ незабвенного Расима Аджагова, одного из корифеев нашего кино. В ноябре ему исполнилось бы 88 лет, и эта выставка посвящена его памяти. Он оставил глубокий след в отечественной истории. Он единственный режиссер в азербайджанском кинематографе, имеющий звание лауреата Государственной премии СССР. Что самое главное, святая святых вашего архива? Вы знаете, у нас в архиве нет второстепенных каких-то вопросов. Все эти вопросы, которые каждый день у нас здесь решаются, они очень важны. Ну, прежде всего, это для нас очень важный фактор, это собирание новых фактов, новых материалов, новых документов. То есть, новых в каком контексте? То есть, это все материалы, давно ушедшие, как бы, да, но они сегодня живут. И поэтому нам главные материалы выявить, найти их в каких-то частных архивах, в других архивах многих стран, или у кого-то там близкого, у какого-то знакомого. Это все выявить, привести в определенное состояние, то есть отреставрировать и, конечно же, здесь хранить. Конечно, очень важный вопрос, вопрос реставрации, вопрос специального хранения этих материалов, вопрос консервации этих материалов. Потом, очень важный вопрос систематизации, создания научно-справочного материала, который должен сопровождать данный документ. Пускай это будет фильм, или фотография, или какой-то документ, принадлежавший когда-то нашему... Или вещь какая-то. Да, или вещь. Очень много у нас хранится артефактов, потому что мы специально даже здесь создали такой музей артефактов. Это музей, где хранятся личные вещи, личные материалы наших ушедших из жизни кинематографистов. Ихние фотоаппараты, их камеры. Какая самая ценная, на ваш взгляд, вещь, которую вы приобрели за последнее время, принадлежащая какому-то очень большому нашему кинематографисту? Вы знаете, как-то так для нас все ценно. Но самый по возрасту ценный материал для нас, это афиша 1934 года. Это афиша нашего режиссера Микаэла Микаилова. Это из фильма «Исмет». Очень. Это наша самая возрастная киноафиша. Среди артефактов самая возрастная такая интересная, на мой взгляд, это тар, принадлежавший когда-то нашему первому профессиональному азербайджанскому кинорежиссеру Самеду Марданову. Которую сюда передала несколько лет назад его племянница Нуран Ахану Марданову. Я ее благодарю за это, что она семейную реликвию бережно отдала в наши руки. И я хочу сказать, что этот тар снимался в первом звуковом азербайджанском фильме у самого Синего моря, который снимал Борис Барнов и Самед Марданов. Где играли выдающиеся советские актеры Борис Свердлин, Николай Крючков, Елена Кузьмина. И вот этот тар был в руках того знаменитого Бориса Свердлина. То есть это все очень интересно. Немного о драматическом дебюте Самеда Марданова, первого профессионального азербайджанского режиссера. Все начинается прекрасно у него в ГИК, стажировка на Мосфильме, в мастерской Барнета, бакинская киностудия. Первая масштабная постановка на материале революционных событий в Азербайджане, на которой у молодого режиссера был свой взгляд, который отличался от официальной идеологии. И вдруг в финале съемок болезнь и смерть. Друзья доводят картину до экрана «Гянделярь», первый и последний фильм молодого талантливого режиссера. Вот такая судьба. У нас хранятся уникальные фотографии Лейлы Ханун Бедельбейли, переданные из частной коллекции. То есть это фотографии... Фотографии, которые никогда не были на экране? Да, они практически не демонстрировались. Это из частной коллекции, переданные нам. И фотографии очень возрастные, то есть по времени. Им где-то приблизительно около 70 лет этим фотографиям, 7-75 лет этим фотографиям. То есть уникальные фотографии, сохраненные в рамках того времени. То есть у нас помимо ценных материалов есть очень редкие раритетные пластинки, переданные нам коллекционерами. То есть материал у нас все время мы ищем, мы стараемся это найти в каких-то коллекциях, в каких-то архивах. Есть у вас кадры первого рождения азербайджанского кино? Самые-самые первые? Да, конечно. Это кадры, снятые Александром Мишоном. Это «Нефтяной фонтан» и «Пожар». Мишона. Да, 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 Александром Мишона. Эти кадры были переданы в Госфильмофонд из ФИАФА, из Федерации международных архивов. И в свое время наш очень уважаемый и очень известный кинорежиссер и киновед Ая Салаев привез это оттуда из Франции и передал в Госфильмофонд. И они, эти материалы у нас тоже хранятся. Поэтому это тоже наша гордость. А знаете, мировая документалистика началась с Азербайджана, когда наш известный фотограф, богинец Александр Мишон снял документ, стал документальный фильм, фильм-факт «Пожар на промысле Би-Би-Эйбат». Этот фильм сразу попал на Всемирную выставку 1900 года в Париж. Он имел оглушительный успех, совершенно переполненные залы и сразу попал в историю кинематографа. Но главное, этот депут еще 19 века пророчески определил нефтяную проблематику отечественного кино на будущие столетия. Вообще-то первые движущиеся картинки замелькали на бакинских экранах еще в 1898 году. Тогда, всего через три года после изобретения кино «Братьями Люмьер», их усовершенствованный кинематограф появился и в Баку. Первый публичный кинопоказ состоялся 2 августа 1898 года. Именно поэтому по распоряжению президента 2 августа в Азербайджане считается днем рождения национальной кинематографии и ежегодно отмечается как день национального кино. А вот что было на публичном показе, какие сюжеты, это кроме пожара на Биби и Бате, «Нефтяной фонтан» на промысле Балаханы Сабунчи, вы видите это на экране, «Кавказский танец» и одна игровая юмористическая кинозарисовка попался. В этом году исполняется 100 лет, как ни стало Александра Мишона, но память о нем бережно сохраняет наш Госфильмофонд. Есть ли у вас такие кадры, кинематографисты наши, кино в кино, кинематографисты, которых снимали? Конечно. Скажем, тот же Эльдар Кулиев, Россия Маджегов, какие-то когда-нибудь были молодыми на первых их съемках, на других каких-то. Вы знаете, очень много таких уникальных у нас материалов, это прежде всего кадры, посвященные съемкам фильмов. То есть вот, допустим, снимался фильм Эльдара Кулиева «Бабек», и в это время съемочная группа, то есть «Хроника» наша, киностудийная, это снимала и запечатлела на пленку. Снимался фильм в одном южном городе, и это «Хроника» снимала. Вы нам дадите какие-то кадры. Конечно, конечно. Снимался фильм «День рождения» режиссера Расима Оджагова, и в это время это снималось. Снимался фильм «На семи», и это снимала «Хроника». То есть очень много таких материалов, и очень интересно то, что недавно тоже из Москвы, из частного архива, нам был передан уникальный документальный фильм «Девятиминутный» режиссера Теймура Бекерзады, который в свое время-то снял сам, и по своей инициативе этот фильм посвящен съемочному процессу фильма «Бухта радости» режиссера Эльдара Кулиева. И где оператором, постановщиком был Расим Исмайлов. Картина, кстати, получила Государственную премию Азербайджана в то время. Знаменитая картина, посвященная нефтяному буму в Баку в то время, там и революционные события и так далее. Масштабная была картина. И вот как процесс этот съемок происходил, это все вот там запечатлено. Ну и когда я это смотрел, я не мог это смотреть без слез, потому что очень много было знакомых лиц там, нашей киностудии, которых уже нет. Это были и осветители, и рабочие, и гримеры, и творческий состав. То есть все очень трогательно. И в то же время ты радуешься, что это запечатлено на пленке. И эти люди живут. И кто-то к нам обратится, какой-то документалист, какой-то режиссер или там кто-то, или журналист. И мы сможем это им отдать, передать, то есть скопировать, отдать, чтобы они могли это в своей передаче, в своем фильме. Вот вы, наверное, это все будете тоже показывать, и мы будем счастливы от того, что в вашей передаче это все будет демонстрироваться. И люди опять живут. И люди опять творят на пленке. Это же здорово, это блестяще. Понимаете? То есть когда-то Базен сказал, что кинематограф, это пленка, это законсервированное время. Ты открываешь коробку, вставляешь в проектор, и это все начинает жить. И действительно, вот это законсервированное время вдруг начинает жить. Это сказка. Эльдар Кулиев, оператор Расим Исмайлов. Фильм «Бухта радости» рассказывает о событиях далекого 1922 года, когда пожар на сурраханских промыслах, организованный врагами молодой Советской Республики и их покровителями из-за рубежа, привел к резкому падению табычи нефти. Уже после съемок в Госфильмофонде на разных каналах телевидения, в интернет-ресурсах появились интересные материалы, связанные с юбилеем Расима Исмайлова. В этом году ему исполнилось бы 85 лет. И Джамиль Кулиев очень хорошо сказал, что Расим – он часть азербайджанской истории кино, потому что через его камеру прошла вся история Азербайджана, начиная с «Дадагор-худа», «Бабек», «На семи», «Дальше семеро сыновей моих» и так далее, кончая ловушкой Первой Карабахской войны. Мы хотим остановиться на еще одной бесценной съемке, которая хранится в нашей золотой кладовой. Ее подарил Госфильмофонду заслуженный деятель искусства Азербайджана оператор Юрий Варновский. Для своей учебной работы в Авгике в далеком 1979 году он выбрал тему «Как снимался фильм «Бабек». Сегодня это уникальные архивные кадры. Фильм снят без текста, но мы дадим все-таки объяснение, точнее, используем строки из дневников памяти Расима Исмайлова, которые тоже уже принадлежат истории. Снимали фильм «Бабек» режиссер-постановщик Эльдар Кулиев, оператор Расим Исмайлов. Записи из дневника. Когда заканчивается работа, ты, наконец, смотришь готовый фильм. Но то, что движется перед тобой на экране, совсем не то, что приходит на память. Прежде всего вспоминаешь, какая тогда стояла жара. На этой выжженной солнцем земле между горами Джульфы и Нахчевани. Эту долину называют долиной смерти. Здесь Александр Македонский положил свое войско. С тех пор здесь не стало прохладнее. И пятитысячной азербайджанской киношной армии было не легче, чем армии Македонского. Съемки проходили в разгар лета. Если бы Данте их видел, он бы ад описал иначе, более ярко. Представьте, двухтысячная массовка, трехтысячная армия кавалерия. Московский кавалерийский полк был при Нахчеване в 22 вагонах. Телеги, военная техника, арбалеты, тараны. Полторы тысячи пик, тысячи мечей, полторы тысячи щитов, более ста знамен и штандартов, две тысячи факелов. Специальный бензовоз и пожарная машина. Все это требовало огромной работы. На установку одного кадра уходил почти день. Помню, как мочила нас жажда. Казалось, все поливальные машины Нахчеване были здесь. Кавалеристы ведрами таскали воду своим лошадям. Массовка не выдерживала. А что должны были чувствовать актеры в средневековых доспехах, особенно Расим Балаев. Его костюм весил 9 килограмм, а вместе с доспехами все 15. Во время боя он сменил 8 коней. Они падали, сраженные солнечным угаром. Кстати, у Эльдара Кулиева тоже случился солнечный удар, когда врачи привезли Эльдара в чувство. Его хотели госпитализировать, но он остался. Он остался на поле не боя, на поле съемок. Вот так рождался Бабек. В мировой практике кинематографического, архивного дела существуют такие персональные и личные фонды архивные. Ну, там, например, я знаю Бергмана, Феллиния. Ну, много таких. Хичкок очень хороший архив. Есть ли у нас такая... Ну, то есть я знаю, что есть такая практика. Я хочу, чтобы вы немножко рассказали, потому что это, по-моему, новое направление в вашей работе. Вы знаете, мы являемся членами Международной архивной федерации. И поэтому очень много мы общаемся с этой федерацией, какие-то обмениваемся опытом, что-то познаем, узнаем и так далее. И действительно, во многих киноархивах это все зависит от семей, которые передают документы, материалы в этот архив кинематографистов, ушедших из жизни. И вот, допустим, вот вы говорили о Бергмане. Действительно, в шведском киноархиве хранится его личный архивный фонд. В Британии хранится архивный фонд Хичкока и так далее. То есть это все зависит от наследников этого архива, которые доверяют и вверяют в надежные руки вот этот весь архив. Эту память, я ее называю памятью, святая память об этом человеке, ушедшем. Понимаете, у нас, мы тоже вот по этому принципу пошли, у нас сейчас приблизительно 60 архивных фондов. То есть это 60 фондов мы собрали и вот фонды есть завершенные. Где-то у нас 50 фондов уже завершены, то есть они у нас уже хранятся в хранилищах, систематизированы, а 10 фондов в работе. Все, что связано с этим именем, с этим человеком. Да, да, да. Вот я могу сказать, что нам в свое время семья замечательного нашего народного артиста Мелика Дадашева передала его материалы. Мы это бережно храним. Нам передали материалы нашего выдающегося кинорежиссера Гасана Сейдбелии. Материалы переданы первого режиссера Самеда Морданова, Лейлы Ханум Бедербейли из частного архива передали, очень много материалов ее. В том числе вы с большой любовью и с таким трепетом передали нам архивы Расима Исмаилова. Кстати, в архиве Расима Исмаилова, я хочу сказать, более 640 фотографий, потому что очень много интересных материалов. У нас очень хороший, ценный, такой насыщенный архив Расима Исмаилова, нашего народного артиста. Вот мы создали недавно личный архивный фонд Эльдара Кулиева, который недавно ушел из жизни. И мы это все силами наших работников, кинематографистов, которые передали своих архивов, некоторые материалы, фотографии. Мы этот архив создали. То есть у нас процесс идет, и мы думаем не останавливаться. Мы даже связываемся с людьми, которые живут за границей. Вот я благодарю уважаемого Эльхана. Это внук нашей первой киноактрисы, Изетханум Оруджевый, который живет сейчас в Соединенных Штатах Америки. Он в свое время из Америки нам прислал, передал архивы своей бабушке. Мы это все храним. И вот я очень был рад, когда недавно на азербайджанском телевидении делали передачу об Изетханум Оруджевой, и о первой нашей актрисе, и академике, химике, выдающемся, и обратились к нам, потому что ее архивы у нас хранятся. И мы с удовольствием откопировали, показали, дали фотографии, материалы нашей замечательной Изетханум. Значит, в этом году исполняется 40 лет, фильму «Только остров с собой не возьмешь», с его выхода он там 80-го, но с выхода на экран 81-го. И он еще получил единственный фильм, который получил гран-при всесоюзного, сейчас это уже международного, фестиваля. И снимала его Гюль Азимзаде, режиссер. Есть ли у вас что-то в архиве по поводу Гюля и по поводу этого фильма? Гюль Азимзаде, очень талантливый был режиссер, очень интересный, к сожалению, очень рано ушедший в мир иной. И вот сейчас я веду переговоры с ее племянницей, и хочу, чтобы создать ее здесь тоже лично архивный фонд. В нашем архиве мы нашли приблизительно около 40 ее фотографий. Из фильмов, из личной ее фотографии, личных материалов, сценарий и так далее. Вот мы планируем в скором времени сделать ее личный архивный фонд. И мы проводили два мероприятия, два юбилея ее мы отмечали здесь, еще до пандемии это было. То есть мы этого творческого человека, этого режиссера мы помним всегда. И вот здесь, в этом нашем зале был последний ее юбилей. Это было 7-8 лет назад. Я это очень хорошо помню. То есть для нас это очень важно, очень ценно. И фильм, конечно, у нас здесь хранится. Это было в 1981 году. На 9-м телевизионном фестивале, всесоюзном фестивале, теперь это уже международный фестиваль, разгорелась дискуссия в жюри, кому давать приз. Электроникам, на сумевшем уже фильме, или такой скромной, небольшой работе. Азербайджанская киностудия, которую снимали дебютанты. Фильм назывался «Только остров с собой не возьмешь». Победил «Остров», потому что главным адвокатом этой картины был очень известный, замечательный российский режиссер и актер Ролан Быков. Он так сформулировал тему вот этой картины, и за что она получила этот гран-принт, пресс? За открытие философской темы природы и человека. Сегодня Аяна Меркосимова известная титулованная актриса театра и кино. Она имеет много международных и республиканских наград, почетное звание народного артиста республики, педагог Азербайджанской академии искусств и гости нашей программы. Аяночка, я вспоминаю ваше интервью, которое вы дали спустя какое-то время, после премьеры «Только остров с собой не возьмешь». И вы говорили, что вот вы были в этом фестивальном зале, вы поднимались на трибуну вместе с такими взрослыми людьми нашей базарожьяновской делегации. Было много цветов, улыбок, аплодисментов, и вы подумали, какая чудесная жизнь у этих киношников, как они интересно живут. Потом вы сказали, что я тогда еще не доросла до того, чтобы оценить все это. Вот скажите, какую роль сыграл остров в вашей жизни? Что-то изменил или не изменил? Вообще, как это повлияло на ваш характер, возможно? Когда я и снималась в фильме, принимала участие в съемках, это был для меня праздник, это было столько впечатлений, экспедиция на острова, на Шахову косу. Это было такое фантастическое приключение. И все потому, что я была ребенком, я не была профессионалом. Я не играла эту роль, а я проживала жизнь этой девочки. Ну вот прошли годы, и вы правы, прошли годы, я уже стала профессиональной актрисой, я сама столкнулась с какими-то сложностями в жизни, у меня уже накопились какие-то наблюдения, я была актрисой театра и снималась в кино. И уже в достаточно зрелом возрасте я пересмотрела картину «Только остров не возьмешь с собой». И я ее посмотрела уже глазами взрослого человека, можно сказать, сформировавшегося человека. И я поняла, насколько это значительная, насколько это философская, насколько это добрая картина. Эта картина, она предлагает зрителю задуматься над законами бытия, задуматься над тем, что такое макро- и микрокосмос, и какова связь между этими двумя мирами. Это очень добрая картина, которая учит и детей, и взрослых, кстати, тоже. Филь не только для детей, он и для взрослых. Эта картина учит любить природу, созидать вместе с ней, и ни в коем случае ее не разрушать. Сейчас 2021 год, ровно 40 лет, как вышел этот фильм на экраны, уже на экраны. И он, как он, получил сразу вот этот приз, и как-то вошел в историю кинематографа. Ну, наверное, иначе и не могло быть, потому что вся команда была молодая, и все были амбициозные, все были молодые. Пассионарные такие все были, да. У всех было тогда все впереди. Хорошее кино, и я вам должна сказать, что Гюльбяни Сханум, царство небесное всем, кто ушли, и все, кто участвовали в этой картине. Гюльбяни Сханум, она была и профессиональный режиссер, и в то же время она была невероятно добрый, сердечный человек. Она относилась к своим актерам, часто снимала детское кино. Она к детям относилась вот как к родной маме, вот так вот. Но на кинопробах она проявила жесткость. Значит, пробовали, на кинопробах принимали участие три девочки. Я помню, что когда я пришла на кинопробы, она очень хотела, чтобы снималась я. И подготовили, значит, операторскую команду, партнершу мою, бабушку. Все были готовы. Она отвела меня в сторону и сказала, Аян, ты знаешь, вот вчера здесь снималась одна девочка, она очень хорошо сыграла. Скорее всего, она пройдет кинопробовать. Сможешь ли ты ее, ну, как бы, опередить? Мне так стало обидно. Надежда Ханума, у меня прям слезы вот сюда подкатили. А эпизод был драматический. И вдруг Гюльбяни Сханум говорит, Гусень, Гусень, ты готов? Гусень Малин говорит, я готов. Группа готова, все готовы. Аяна, иди сюда, садись, садись, садись. Все, слезы уже подкатили, уже к глазам. Она говорит, вот сейчас я тебе скажу мотор, и ты начни произносить текст, который мы с тобой заучили. И она говорит, мотор, начали. И я начинаю говорить, и у меня градом катятся слезы вот такие вот огромные. А она говорит, стоп, в конце подошла меня, поцеловала, обняла. Она говорит, доченька, извини меня, я сделала это для того, чтобы просто... Я очень хотела, чтобы ты прошла кинопробы. И весь худсовет, он... Ну, я оказалась чувствительным ребенком таким, знаете. Я помню, это было. Да. И вот весь худсовет как бы однозначно определил мою кандидатуру на этот фильм. И это сыграло очень важную роль в том, что я даже не выбирала профессию. Когда журналисты ко мне часто подходят и спрашивают, а как так получилось, что вы выбрали профессию актрисы? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что у меня есть такое ощущение, что вот этот мир кино, в который я попала, он сам меня охватил и повел за собой. И я уже просто не могла представить, что я могу заниматься чем-то другим. Картина «Только остров не возьмешь с собой», она очень дорога для меня, очень дорога. Что касается моих детских впечатлений, конечно, когда я поднималась на сцену вместе со съемочной группой... Национальный костюм, красное длинное платье, национальный головной убор такой специальный. И все было так торжественно. Это приз такой. Огромная ваза. Огромная. Мне тогда она казалась огромной, может быть, потому что я была очень маленького роста. Я не знаю, может быть, она не настолько огромная, если я сейчас ее увижу. Но я хочу сказать, что тогда я думала, что актерская жизнь – это праздник, это сплошное наслаждение и никаких трудностей. И вот оно счастье. И, конечно, этот фильм повлиял на выбор моей профессии. Повлиял на вас. Ну, я помню, к вам подходили люди, что-то... Да, у нас была очень интересная жизнь. Значит, приехало очень много детишек с разных республик бывшего Совета Союза. Да, и восточных стран. Там была Болгария. И восточные страны, да. При Балтике. И вообще, я вам должна сказать, был очень такой, знаете, серьезный, достаточно конкурентный конкурс. Конкурс был очень-очень сильный. Ну, с электрониками. Во-первых, это фильм «Приключения электроников». Мы уже все его посмотрели. Тогда он вышел на экраны. Уже было много поклонников этого фильма. «Пластилиновая ворона». Ну, много других фильмов детских, которые все претендовали на главный приз. Но я думаю, что Ролан Анатольевич Быков, он, посмотрев нашу картину, он сразу понял, кто будет фаворитом этого фестиваля. Потому что Ролан Анатольевич, вот его личность сама, она совершенно невероятная. Ролан Быков, кстати, написал посвящение. Письмо написал, стихотворение написал. Я сейчас прочитаю его. Да, вы обязательно прочитайте. Не только «Остров взять с собой нельзя», «Поймите меня», «Далекие мои друзья». Ну и так далее. Он до вручения, Ролан Анатольевич, значит, поднялся к нам на наш этаж. И, значит, он увиделся со всей нашей делегацией из Азербайджана и сказал очень много теплых слов про этот фильм. Он говорил долго. Я маленькая была, но я помню, что он говорил о том, что этот фильм затронул его... Да сам вот как бы затронул его самые тонкие струны его души. Вот примерно что-то вот в этом роде он говорил. Я не могу точно сейчас передать его слова, но он был очень искренен в тот момент. Он написал вот сразу вот, сел и написал вот это стихотворение. И понятно, что написав так быстро и как бы экспромтом это стихотворение, нам сразу стало понятно, что этот фильм не оставил его равнодушным на самом деле. А вот я сейчас хочу прочесть вот это письмо, о котором говорит Аяночка. Значит, письмо, которое вечером, уже поздно, после того, как Ролан Быков ушел из комнаты нашей делегации, он, видимо, вечером написал. Вот у него никакого другого не было кусочка, кроме вот такого листочка. И вот он написал такие слова, зато здесь есть подпись, дата и, по-моему, замечательные стихи. Не только остров взять с собой нельзя, поверьте мне, далекие друзья, То, что полюбишь вдруг ты всей душой, вдруг не возьмешь с собой мир большой. И миг уйдет, означившись слегка, как легкие на небе облака, Как тень, мелькнувшей где-то в вышине, как легкое дыхание в тишине. Простите боль мою, далекие друзья, не только остров взять с собой нельзя. По-моему, очень трогательные стихи. По-моему, это один из редких фильмов, кому председатель жюри посвящает, Вот делает такое посвящение. Ну, я вот была в Германии через несколько лет после нашей премьеры И смотрела с германскими коллегами нашу картину. И они, конечно, отмечали, что самая большая удача нашего фильма – Это выбор героини. Что девочка так сыграла. Причем эта девочка, вы не представляете, какое на меня впечатление в Германии произошло, Потому что она говорила на хорошем баварском, на немецком с баварского диалект. Диалект был, этот фильм был уже дублирован. И поэтому Аян, который говорил блестяще на немецком, И вся эта драма проходила на немецком. Кстати, нашу программу, наш фильм тогда купило 8 стран. И все северные страны. Это Финляндия, Дания, Германия. ФРГ, причем не ГДР, а ФРГ. Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что тот самый главный месседж, который вы хотели донести до зрителя в своем произведении, его очень интересно, профессионально и креативно донесли и режиссер Эльбянис Ханума Азимзаде, и, конечно же, оператор Гусейна Али Мехтьева. Кстати, и на фестивале отметили изобразительное мастерство Гусейна Али Мехтьева. А это мы были все дебютантами. Мы все были первые. Гюля Азимзаде была... Это была ее первая самостоятельная работа. До этого был юбилей Дантес, она была как со-режиссер. А это была первая самостоятельная работа. Гусейна была первая самостоятельная, после дико, операторская работа. И я вам хочу сказать, что фильм невероятно обогатили вот эти вот эпизоды, метафоры, которые снял Гусейн Мехтьев как оператор. Ведь раньше не было компьютерной графики, и все делалось рукотворно. И Гусейн Мелим настолько проникся вот этой идеей добра, вот этой вот любви к природе, к живой клетке, ко всему живому. Но природа, она так его вдохновляла, как художника, как оператора. Он сделал невероятные, какие-то даже фантастические этюды. У нас были вертолетные съемки. И там был один эпизод, на мой взгляд, передающий как бы сверхзадачу вашей идеи, что Земля, она живая, она дышит. Вот, значит, Гусейн Мехтьев снял остров с вертолета, сначала с высокой точки, а потом чуть ниже, и остров был как бы немножечко большой, а потом он сокращался. И на монтаже уже с Гюльбянисханом Гусейн Мелим собрал кадр так. Остров то сокращается, то увеличивается, то сокращается, то увеличивается. И был наложен сверху звук, наложение звука, дыхание, биение сердца. Живое, островое. Да. Это было, вот это я считаю, действительно язык кино. Замечательные воспоминания. А закончит наш рассказ, хотим, с чего начинали. Уникальными фото Лилы Бадарвили. Их сняли со стены гостиной Лилы Ханум уже после ее кончины и передали в архив на хранение. Потрясающие фото. Пик невообразимой популярности Лилы Ханум пришелся на 1945 год, когда на экраны страны вышел нашумевший фильм «Аршин Малалан». И азербайджанцы, во всяком случае умнейшие из них, поняли. В стране появилась первая кинозвезда, актриса мирового уровня. Невозможно было принять эту всесветную славу с большей скромностью, простотой и благородством. А ведь Лилы Ханум, как и наше кино, были тогда еще совсем молодые. Лилы Ханум, как и наше кино. На этом все. Любите кино, смотрите кино, снимайте кино. А если у вас возникнут какие-то вопросы, обращайтесь в Госфильмофонд. Там вам все покажут, расскажут, предоставят все материалы и даже угостят хорошим чаем с лимоном. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok